Сегодня в выпуске. За некруглым столом обсудили проблемы, с которыми сталкиваются современные школы. В Уфе заработала мастерская сказок. И кинобатл Казань-Уфа. Кто победит? Здравствуйте в студии Аскар Басыров и начнем выпуск с обзора мировых новостей. Власти США планируют ввести второй жесткий пакет санкций против России, сообщила на слушаниях в Палате представителей помощник госсекретаря Маниша Сингх. Причина использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, в котором западный мир обвиняет нашу страну, а Кремль не устает эти обвинения опровергать. Ай, какая же это все хуйня? Какой смысл? Сингх напомнила, что для предотвращения введения второго пакета санкций Вашингтон требовала от Москвы гарантии неприменения отравляющих веществ в будущем. По ее словам, власти России до сих пор этого не сделали. Что же входит в эту так называемую жесть? По некоторым данным, новый пакет может включать в себя запрет на полет аэрофлота в США, запрет российского импорта, запрет на поставки в Россию американских товаров или даже полный разрыв дипломатических отношений. Ой, пожалуйста! Ну и не нужно! Ну и очень-то мне нужно! Подумаешь! Тем временем подозреваемые в отравлении Скрипалей граждане России Александр Петров и Руслан Баширов дали интервью главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян и всеми силами пытались доказать, что они обычные туристы, а не офицеры ГРУ и просто хотели поснимать знаменитый Солсберецкий собор. Там есть знаменитый собор, Солсберецкий собор. На Западе, правда, не поверили ни единому их слову и назвали доводы неубедительными. Поэтому санкции, судя по всему, нам не избежать. Многие компании уже начинают к ним готовиться. Так, например, глава ВТБ Андрей Костин рассказал о плане отказа от доллара. Совсем скоро, похоже, от него придется отказаться всем. Какой должна быть современная школа и с какими трудностями сталкивается образование? Эти вопросы обсудили на заседании «Некруглого стола». Новый формат встречи прошел в виде диалога властей с педагогами, родителями и представителями бизнеса. Наша задача на сегодняшний день, если появится такая цифровая среда, подготовиться наших педагогов. Я думаю, ни один педагог не откажется от оптимизации собственной деятельности, если ему такие условия предоставят. Министр рассказал о проекте «Цифровая школа». Через шесть лет во всех школах страны должен появиться скоростной интернет. В республике проект планируют запустить уже в следующем году. Но это не означает, что школы полностью откажутся от бумажных учебников. О том, что все электронное поменяет наше традиционное учебное, нигде не встречало вообще. И только я сейчас сказала, в законе написано учебник и или электронное пособие. И ни в каком документе не сказано, что через шесть лет сто процентов наших детей будет учиться по электронным гаджетам. Еще одна из проблем – более 30% выпускников уезжают из республики поступать в столичные вузы. Я считаю, что если дети уезжают учиться в другой регион, это не так страшно. Страшно, если он не возвращается к нам обратно работать. Потому что мы-то готовим человеческий питал нашего региона, а если он привезет что-то интересное из другого региона, почему нет? А что родители ждут от современных школ и как она должна выглядеть, мы спросили у руководителя организации «Продвинутые родители» Ирины Банниковой. Я так думаю, что школа должна быть более нацелена на личность каждого ребенка в отдельности. Если говорить о том, как должна выглядеть современная школа, то есть она должна быть оснащена по последнему слову техники. То есть школа должна не догонять, а идти, наверное, чуть впереди, внедряя какие-то новшества. По итогам встречи участники сошлись над том, что основная задача современного школьного образования – сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно. Глеб Безбородов, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ. Этот праздник мне очень сильно нравится. Я думаю, это самый лучший праздник. Я тут играю в футбол со своим одноклассником, и я в эфире. Веселые эстафеты, танцевальные конкурсы, различные игры, творческие мастерские. Как обычно, появление компании «Уфанет» в новом городе сопровождается большим и ярким праздником. В этот раз в городе Белорецк. Мне этот город нравится, потому что здесь весело. Тут все время какие-то конкурсы происходят. Вашу слепотиться? Ну, аккуратнее, не так ползать. Он наш. Просто за то, что он наш. Он такой красивый, мне нравится. Мне больше нравится каповая пещера и река белая. Я такой человек, который любит уют. И мне кажется, что у нас, да, у нас уютный такой городочек. Очень такой приветливый, дружный, несмотря на то, что маленький. Жители очень любят свой город, а «Уфанет» любят заводить хороших друзей. Ведь не зря все сотрудники компании придерживаются слогана «Друзья всегда с тобой». И завести друзей в Белорецке оказалось совсем несложно. Кажется, что на праздники собрался весь город. Расскажи, как тебе удобно? Не очень. Зачем играешь? Просто так. Какая классная игра? Твистер. Первый раз играешь? Нет, у меня дома, я кучу раз играл. А, то есть ты опытный игрок. И, не знаю, очень весел. Столько игр, столько развлечений. И все главное, что все очень интересно. Я играл в футбол, стрелял птицами, в конкурс стрелял, в лука. И еще шариков получал. Можно найти новых друзей, я уже штук 15 нашел. Уютно. То же самое, что и во дворе играть. Редко бывает такое, что для детей устраивают что-то, вы знаете. И вот очень приятно прийти и посмотреть, такая дружелюбная атмосфера. Очень все интересно и полезно, и красиво, красочно. Белорецк – красивый город, с замечательной природой. Здесь живут хорошие, позитивные, открытые люди, которые радуются, когда видят такие праздники, такие акции. С удовольствием в них участвуют, и мы тоже рады дарить ему эмоции и праздник. В завершении праздника все приняли участие в большом танцевальном флешмобе, во время которого жители города вместе с сотрудниками компании «Фанет» смогли разучить веселый танец. Я даже не знаю, шла мимо, мне так понравилось, говорю, что это за праздник, и как дети веселились. Даже я вот в пожилом возрасте, мне хотелось танцевать, правда, очень хорошо. Я рада, прям вот душа поет. Уже сейчас компанию «Фанет» в городе Белорецк предлагают услуги интернета, кабельного телевидения и видеонаблюдения. И если вдруг возникнут вопросы, теперь всегда можно обратиться к своим друзьям по номеру телефона 09388 или зайти на сайт ufanet.ru Анастасия Худзик, Алина Таюпова, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ. Кулак. Большой палец зажимает безымянный. Я Анна. Глухие не дактивируют полностью свое имя. Глухая 12-летняя девочка любит карамель и яркие цвета. Она получает в подарок рыбку по имени Джек Лондон. С этого момента жизнь подростка меняется. Автор пьесы Марта Райтсес, начинающий драматург из Москвы, а также одна из участников семинара лаборатории «Мастерская сказок». Она поделилась с нами своими ожиданиями. Новых людей, новых смыслов. И честно сказать, я просто очень давно хотела в Уфу. Я представляла, что я буду ехать в поезде и слушать ДДТ. И, собственно, это случилось, поэтому мои ожидания уже реализовались в большей части. «Мастерская сказок» – это проект Центра драматургии и режиссуры. Он существует в Уфе с 2014 года. На этот раз они его проводят вместе с Театром юного зрителя. Семинар получил Гранд-Министерство культуры России и расширил свою географию. На конкурс поступило более 140 пьес для детей от драматургов со всей России, а также Сербии, Германии и Швеции. Но отобрали только 12 авторов. Я оказал, что очень много желающих сюда приехать, в том числе из разных регионов и городов нашей страны. Поэтому нам очень приятно, что формат нашей мастерской меняет свою географию, расширяется. И, конечно, будет, я думаю, всем любопытно послушать, прежде всего, Дина Гатуевна, который будет читать курс лекции, касаемо как раз сказки, эпоса, мифа. В программе семинара читки пьес, обсуждения и лекции их может посетить любой желающий, вход свободный. В башкирскую столицу приехала известная драматург Анна Богачева. Ее пьесы для детей идут по всей стране. Говорят, в театрах не хватает доверия к драматургам и сложно конкурировать с классиками. Есть слабые пьесы, есть сильные пьесы, но их даже не смотрят, потому что есть Карлсон, есть Золушка, есть Три поросенка. Я не против классики, но она должна, ну, должно освобождаться место и для нового тоже, должны все цветы цвести. Но и сами детские театры чувствуют нехватку современных пьес. Семинар-лаборатория должен помочь драматургам и режиссерам найти общий язык со зрителем. С детьми, ну, пора, мне кажется, уже начинать говорить на их языке, говорить на те темы, которые волнуют сегодняшних детей. Мы ждем зрителя, ждем и детей, и подростков, родителей, психологов, может быть, семейных или психологов, которые работают с детьми, чтобы они тоже каким-то образом дали оценку этим работам. Читки пьес пройдут также 15 и 16 сентября. Зрители вместе с драматургами, актерами и режиссерами обсудят их. А в ноябре театр юного зрителя уже на сцене покажет режиссерские эскизы. Это станет итогом мастерской сказок. Алина Гребешкова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. Необычную спецоперацию провели спасатели Уфы. Они вытащили собаку из глубокой ямы. Несчастное животное обнаружили случайно. Пес громко скулил и не мог самостоятельно выбраться. Сколько времени собака провела в яме, неизвестно. Ее удалось вызволить из плена с помощью веревки. Судя по ошейнику, собака домашняя. Животное передали спасительнице. Она пообещала позаботиться о нем, пока не найдется хозяин. Ты моя, тебя спасли, да? Ой, ты хороший, хорошенький ты мой, ты мой сладенький. Стой, стой, стой. Стой, мой хороший, стой. Противостояние Уфы и Казани продолжается. На этот раз две столицы проверят, кто снимает кино лучше. Дирекция «Время кино» совместно с киностудией «Башкортостан» и киношколой «Мидпоинт» представляют новый проект. Кинобаттл. Казань-Уфа. С сентября по декабрь в кинотеатрах районных центров Татарстана и Башкортостана. И на арт-пространствах пройдут показы фильмов, мастер-классы и встречи с режиссерами и актерами. Презентация проекта пройдет 15 сентября в Казани на набережной озера Кабан. В этот день зрители смогут увидеть киноленты «Эгегей из Башкирии» и «Конец игры из Татарстана». Итоги кинобаттла подведут 27 декабря, накануне Международного дня кино. И как это обычно бывает, новый еженедельный обзор у нас получился насыщенным и разнообразным. Интернациональная свобода и пример того, что некоторые забывают о соседях по потоку. Не ясно, конечно, кто и куда изначально направлялся и мог ли изменить свои планы в последний момент, но мы считаем, что поводов для таких маневров не было. При повороте с проспекта Октября на улицу Бессонова, как часто это и бывает при смене сигнала светофора, Toyota не пропускает встречную легковушку, водитель которой, стоит отметить, также шел на неоправданный риск умышленно. Идентичная ситуация произошла вечером 9 сентября на улице Закива-Леди. Разве что водитель ВАЗ-2114 не мог не видеть встречный автомобиль, и подобный маневр оставляет множество вопросов. Интернационально и машиностроителей при детальном изучении, конечно, видно, что ВАЗ-21099 проезжает стоп-линию на желтой, и уже после сигнал сменяется на красной. Но, уважаемые господа водители, тем более те, что в подобных ситуациях прикрываются применением экстренного торможения. Не нужно изначально на такой скорости подъезжать к перекрестку. Да, и обратите внимание, что другой водитель на автомобиле Nissan X-Trail остановился даже раньше. Велосипедисты, ловя последние теплые дни, все так же активно курсируют по улицам нашего города. Но, к сожалению, ошибки все те же. Пересечение проспекта Октября и улицы имени города Галли. Водитель, конечно, и сам отличился. Все-таки стоит быть внимательнее. Но мы пристально следим за двухколесным транспортом и его всадником, который, как ни в чем не бывало, проносится сквозь неторопливых пешеходов, а затем, не спешиваясь, появляется на зебре. Заметим, что ни тот, ни другой не стали оформлять данные происшествия. Но уже спустя сутки в социальных сетях стали разыскивать свидетелей этой ситуации. Мы не против мотоциклистов или водителей. И уж тем более понимаем, что виноватых хватает во всех категориях участников дорожного движения. Вот только в этот раз были виноваты не водители. Остановка Бульвар Славы в кадре два мотоциклиста. Но второй, судя по всему, движется чуть быстрее, не успевает сбавить скорость и буквально вталкивает своего напарника в стоящие автомобили. Закончим очень неприятным дорожно-транспортным происшествием. 13 сентября на российской водителя Лады Калины насмерть сбил 53-летнюю женщину, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Башкирии. К сожалению, такие аварии не редкость, ведь в темноте пешехода действительно не всегда можно сразу заметить. А если учесть, что водитель может отвлечься даже на секунду, шансов избежать столкновения почти не остается. Ну и как минимум, господа, пожалуйста, не переходите на красный сигнал светофора. Удачи вам на дорогах, берегите себя и своих близких. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!